И вот добрались до нашей земли. Уже всё продано. Под землёй, на земле, в небе. Пора на Доме правительства повесить табличку представительства Китайской Народной Республики в Казахстане. И рядом объявление. Продается Родина недорого, Масимом. Вот такая сегодня ситуация сложилась. Мы считаем, что при нас, при нашей жизни, мы должны положить этому конец. Вернуть народу Казахстана то, что принадлежит ему по закону. Десять лет назад в Казахстан из Англии приезжала известная, всемирно известная телекомпания BBC. Они брали у меня интервью. И рассказали следующую историю. Что в Англии, в Лондоне, в прямой эфир был приглашён господин Миттл. И на прямой вопрос. Как вы оказались в Казахстане? Как вы взяли крупнейшие предприятия месторождения? Он ответил на прямой вопрос. Да, я попал в Казахстан по приглашению Машкевича. Да, я передал Машкевичу 100 миллионов долларов комиссионной. Это у них так на международном языке называется комиссионная. У нас это взятка. Вот таким образом эти международные авантюристы попали в нашу страну, что мы сами эффективно не сможем управлять. Что касается нефтяных резервов, прекратить продажи нефтяных месторождений Китайской Республики. Ещё раз за последние 4,5 года при Масимове в разы возросло присутствие китайцев в нефтяной экономике. Что касается больших контрактов с большими нефтяными компаниями, особенно американскими. Все контракты должны быть открыты, прозрачно. Это не военные контракты. Мы хотим сказать, что мы никогда не устанем бороться. Мы будем продолжать борьбу. Сколько людей бы не пришло на эту площадь. Дух. Самое главное, у нас есть дух. И никто его не сможет уничтожить. Никто его не сможет истребить. У нас есть воля защищать наш народ. Они думают, что они защищают наш народ. Они не защищают наш народ. Они думают только о себе. Если завтра что-то случится в нашей стране, они первые побегут вслед за Машкевичем и Кимом. Мы знаем, что мы сегодня находимся. Таы да сол билік, олай боладым боса, егер халықтың бақыт дөмір сұруыне, оның алюметтің экономикалық жағдайын дұрыс болуына, әсерет болдыққан, соған керіқ балын текіз болдыққан, бір адам боладым боса, онда ол билікті неге кетпейді?